Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брушковский 17 августа Маленький и грязный Лео-Ян сегодня, конечно, центр, на который устремлены взоры всего мира. С обеих сторон свыше 400 тысяч войск. Одно из самых больших мировых сражений. В шесть часов утра уже разгар боя. Непрерывный грохот, взрывы и треск орудийной пальбы. С выше тысячи орудий с железным стоном ежеминутно выбрасывают из своих дул гранаты и шрапнели. Мы стоим на колокольне, и вся картина боя перед глазами. А вот вогнутым полукругом в верстах в пяти от нас долина Лео-Яна замыкается непрерывной цепью сопок и гор. В начале ниже, а дальше все выше и выше. Вся та туманная синева дали этих гор на востоке и юге уже в руках японцев. В наших руках только последняя к долине цепь сопок. И все они теперь покрыты вспыхивающими во всех местах и непрерывно огоньками. Огоньками, как мгновенный короткий зигзаг молнии. Это стреляют наши батареи. Над ними вспыхивают другие, крупные, как метеор, огни-звезды. И облачко белого или черного дыма долго еще стоит на том месте. Только на нашем левом фланге, то есть на крайнем востоке, почти нет ни наших огней, ни этих других огней с их облачками. Белые облачка, совершенно как ком снега на ярком солнце, это разорвавшиеся в воздухе шрапнели. Где черное облако, там разорвался ледитный снаряд, отвратительный ядовитый снаряд. Их сравнительно мало, и тем отвратительнее впечатление от них. Иногда пальба стихает в каком-нибудь месте, и вдруг слышится непрерывный ряд выстрелов батареи. Другой, третий, судорожный, торопливый, без перерыва. Это стреляют наши, в идущие в атаку неприятельские колонны. И немного погодя, опять слышатся оттуда, со стороны японцев, взбешенные один за другим залпом. Значит, атака отбита, и сметены колонны обманувшихся молчанием наших батарей японцев. С пяти часов утра мы все на ногах. — Идем на колокольню, — предлагает заглянувший к нам А.И. — Но я не одет еще. — Так идите? — Дам, нет? Колокольня. Вплоть. И уже на колокольне я соображаю, что дам очень даже много. Везде кругом нас палатки Красного Креста. Прямо напротив, между церковью и вокзалом, где был разбит сквер, красивыми рядами стоят большие палатки земского отряда. — Сестры уже за работой, так как раненых накопилось от прежних дней много, хотя после первой помощи и отдыха их сейчас же грузят в вагоны и отправляют в Харбин и дальше. Я тороплюсь убраться с колокольни. — Идем на позицию! — кричит со своего крыльца возбужденный и веселый молодой корреспондент Н.Е.П. — Я соглашаюсь, но когда лошадь уже оседлана для меня, оказывается, что по делам я могу ехать только после обеда. — Мы уславливаемся с Н.Е., что он возвратится обедать, и мы опять поедем вместе. Он весело машет рукой и скрывается за углом. — Я и рад, что не еду. Впечатлений накопляется много, и лучше сейчас же и записать их. Кончив дела, я этим и занялся. Обстановка не совсем обычная. Этот непрерывный грохот орудийной пальбы напоминает раскаты грома, когда гроза уже близка, и вот-вот пойдет дождь. Дождь, которого с таким нетерпением так жаждут все живущие где-нибудь в деревне. И как бы в подтверждение, небо все больше и больше хмурится, и уже приятная прохлада в воздухе. Иногда вдруг понижается сознание важности переживаемого мгновения и охватит страстное желание заглянуть вперед, угадать будущее. И если этого нельзя, то, по крайней мере, пойти послушать, поговорить, посмотреть. Главное — посмотреть. Какая-то особая притягательная сила теперь в этих сопках, с мелькающими на них молниейками и окруженных белыми и черными пятнами. Точно все эти сопки стали вдруг вулканами с признаками близкого извержения. Я опять на колокольне. Отец Николай там же облокотился и задумчиво смотрит в эту таинственную даль. Здесь же А.И. и еще несколько человек. Стоишь и смотришь. В этом красивом и таком безлюдном на вид пейзаже теперь скрыты сотни тысяч жизней, напряженно и мучительно переживающих эти тяжелые мгновения. Такие же группы, как у нас на колокольне, виднеются на многих крышах, на водокачке, на вокзале. Стоят молча и смотрят. Иногда делятся отрывочными наблюдениями. Нет, на этот раз, кажется, серьезно решили схватиться. А начнем как следует и бить начнем. Наши батареи даже энергичнее работают, чем японские. Непрерывнее, во всяком случае. Потянулись первые раненые. Идут с перевязанной рукой, или хромая, или опираясь на штык. Два раненых поддерживают друг друга. Несут раненых на носилках, везут в арбах, крытых полукругом, и из-под крыши раздаются вопли и стоны от невозможной тряски. По два мула, один спереди, другой сзади, несут на своих спинах носилки с ранеными. Оригинально. И больному спокойно. Ряды измученных серых фигур этих раненых. Они устали. Они хотят пить и есть. Они поглощены своими страданиями. Они час-два назад такие же здоровые, как мы, смотрящие теперь на нас. И этот вид здоровых раздражает. Многих раненых проносят прямо на вокзал или в готовые вагоны, а тяжелых — в одну из комнат вокзала. На платформе толпятся солдаты только что пришедшего эшелона выборского полка. Их ведут прямо в бой. Спешно они натягивают на себя свою амуницию, встряхиваются, строятся в ряды и идут на площадь, где их встретит командующий. Вид у солдат отличный, и нет страха на лицах, когда они прислушиваются к выстрелам. «Вас искал Энье, он ранен». «Как?» «Где?» «В корпусе Иванова, где-то в передовой цепи». «Ранен на вылет в грудь». «Где он?» «Кажется, домой поехал». Едет верхом, только пригнулся немного. По обыкновению веселый говорит, что дела отлично идут у нас. Я спешу домой. Прямо с вокзала, саженях в сорока, церковь. Мой дом — дом, где живет Энье. А вот на том углу, где начинаются палатки земского отряда, мы расстались с ним. Сегодня утром скользь на замечание кого-то он полушутя ответил. «В мои планы входит быть смертельно раненым». Он молод. Очень молод. Богат. Счастливая нервная организация жизнерадостного оптимиста. Несомненный художник, талантливый, прекрасно образован, в подлинниках, хорошо знаком с французской литературой и всеми течениями европейской жизни. Михайло встречает меня на крыльце. Энье два раза подъезжали, спрашивали. «Вы ничего не заметили? Он ранен?» Показалось мне, будто, склонившись, как будто они стоят, и глаза как будто тусклые стали. На квартире Энье встречает меня А.И. Отправили в Георгиевскую общину. Насилу отправили. Собирался еще слушать речь командующего к Выборгсам. Чтобы здесь стеснять солдат, приехал верхом. Пять с половиной часов ехал. Я сажусь верхом и еду к северному семафору, где помещается Георгиевская община. И там, раненый, он верен остался себе. Настоял положить себя в солдатское отделение. «Отделение тяжелораненых?» «Сюда!» Там я и нашел его на ногах умывающимся. Я не хотел верить, что передо мной насквозь простреленный человек. Пробита грудь. Правая легкая и лопаточная кость. Ничтожное отверстие на груди. Такое же на спине. Н.Е. Веселый, возбужденный. И только когда умывшись, лег он на свою простую кровать, на лице его отразилось утомление. Я хотел было уйти, но он так и не пустил меня. Я только пять минут полежу. Так приятно. Но и пяти минут он не лежал. С моей помощью он сел и начал рассказывать так же, как и всегда рассказывал. Загораясь, набирая воздуху, размахивая руками. На этот раз, впрочем, он размахивал одной рукой. «Вы довольны?» Спрашиваю я его с легким упреком. «Очень. Это один из лучших дней моей жизни. Таких дней всего три у меня». Он поехал сперва наугад по той же дороге, по которой вчера мы ездили с Сергеем Николаевичем. В корпусе генерала Иванова с восемнадцатым полком взобрался на ту сопку, где и мы были, и залег в передовую цепь. Восемнадцатый полк шел на смену прежней цепи. При сближении уходившей и подходившей смены произошла трогательная встреча двух братьев-солдат, не видавшихся с родины. Радость, объятие, спешная передача последних новостей из своей деревни. Но пора, пора, и братья расстаются уже. К цепи подходит счастливой встречей, его провожает грустный взгляд уходящего. Спрятавшись за камень или за какой-нибудь бугорок, лежит, рассыпавшись, наша цепь. А напротив, в саженях двухстах, японская. Лежат и караулят неосторожно вдруг выглянувшего. Японцы, впрочем, и не дожидаясь, стреляли непрерывно. Наши спокойнее, с выдержкой. Все время разговор, остроты, смех. Изредка возгласы. Носилки! И раненых уносят. Раненых в цепи сравнительно мало. И пули, хотя и жужжат, но опасны только для стоящих. Звук от пуль, голоса каких-то птичек. Так нежно поет. После цепи Н.Е. спустился в батарею Покатилова. В Теренченском бою у него перебили только всю его батарею. Здесь пули гораздо опаснее. Уже убит Покатилов и его заместитель. Теперь двое молодых офицеров, Тарасов и Шаляпин, командуют батареей. Оба тихие и спокойные. Молодой красавец-солдат стоит в саженях в двадцати от батареи на возвышении и направляет выстрелы наших орудий. Так что влево, еще немного, еще немного, ваше благородие. И стоит и говорит так спокойно, как будто стоит у себя на крыше и сообщает оттуда то, что видит. Так продолжается уже полтора часа, и ни одна пуля его еще не тронула. Н.Е. предлагает скромный завтрак офицерам. Со вчерашнего вечера они еще ничего не ели, и шпроты, и хлеб их соблазняют. Присев, они едят, и вкус пищи возбуждает их аппетиты. Съедены все шпроты, последние куски хлеба. Обмакивая их в масло, торопливо доедают завтракающие, а в голове Н.Е. неотступная мысль. Как оставить всех этих чудных людей так спокойно, так весело отдающих свою жизнь, если это нужно их родине. И другая. Кто первый? Он первый. — Ах, как больно! — вскрикивает он, и падает вперед, уткнувшись лицом в землю. — Носилки! Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Продолжение следует...